здравствуйте 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 дорогие друзья как и обещал ролик по теме предстоящего трансферта власти транзита власти преемники путина и так далее и так далее последние оценки мнений на эту тему есть такое ощущение впечатление что с одной стороны эту тему все подзабыли об этой теме уже практически не говорят у нас сейчас фокус внимания смещен в одну точку и вы знаете это идеальные условия чтобы делать какие-то другие важные дела пока все смотрят в одну сторону карманники фокусники делают основную основную деятельность совершенно в другом месте и итак поехали венедиктов знаменитый медийный игрок который с кем только не взаимодействовал не дружил сейчас бежит судя по всему из россии и делает такое заявление между делом володин является основным кандидатом в преемники от силовой партии эта партия патрушева сечина ковальчуков радикализация медведева это попытка последнего не дать укрепиться силовой партии и володину ну то есть вроде как есть две возможные конфигурации первая конфигурация это единая россия плюс медведев плюс соответствующая группа олигархов традиционно с ними дружат товарищи типа дерипаски и вот эти вот все ребята и вторая группировка это володин силовики то есть патрушев сечен ковальчуке то есть приближенные более к путину олигархи как известно дерипаска из старых олигархов еще ельцинский ельцинской пары то есть так называемые семейные так называемые условные либералы а вот пожалуйста володин это типа типа силовики известно что володин не так давно конфликтовал жестко с представителями единой россии с турчаком это тоже укладывается в эту картину но у меня не некоторые вопросы зачем николаю платоновичу патрушеву отдавать власть какому-то володину только если они рассчитывают что володин будет абсолютно подконтролен хотя выглядит все это достаточно странно и натянута но хорошо будем иметь в виду что по некоторым экспертным оценкам следующим преемником путина станет в володин и не потому что этого хочет сам путин потому что это лоббируют остальные силовики элитная группировка силовиков вот патрушев ковальчуки сечен вторая заметка новый политический экономический ландшафт страны будет формироваться не на выборах а в тишине кремлевских коридоров как будто это какая-то новость санкции и крупные кадровые перестановки первая волна которых ожидается уже в июне затронет все теневые кланы власти финансово-промышленной группы оказывающие влияние на формирование повестки кремля за период специальной войны операции многие игроки старались держаться в тени это касается как представителей ближнего круга президента которые к тишине привыкли рутенберге ковальчуке тимченко так и представители силовых кланов бортников золотов о работе которых кремле принято судить не по публичным выступлениям бизнес элита старалась лишний раз также не попадать на первой полосы сми чтобы сохранить шаткий бизнес баланс как внутри страны так и за рубежом особенно на фоне постоянно вводимых санкций и арестов собственности активов за рубежом эти тихие игроки будут решать как жить стране дальше и уже летом начнется борьба за передел рынка захват привлекательных активов с использованием привычного в нулевых годах административно-силового ресурса как говорится дошло и до жирафа на самом деле эта ситуация идет уже года два как минимум я вам рассказывал о подозрительных от обысках в санкт-петербургских офисах крупнейшей лесопромышленной компании или палп или где когда-то трудился сам дмитрий анатольевич медведев в одном из в одной из руководящих должностей считается что он до сих пор владеет этой корпорации что это его кормушка лес российский лес по одной из версий который я очень верю принадлежит дмитрию анатольевичу медведеву и и внезапно в эту святую корпорацию пойти не не подку не подконтрольную не неприкасаемую неприкосновенную вдруг приходят с какими-то обысками это что это было такое то зачем это было такое это вот как раз и передел влияние очень может быть что те компании которые мы знаем что вроде бы они принадлежат вот этим вот этим людям вот этим вот этим кланом вполне возможно что у них уже другие собственники формально те же а реально решение принимаются в других совершенно местах и в других в чужих совершенно интересах ожидаем передел прежде всего в сырьевой сфере роснефть имеет все шансы постепенно стать на этом рынке гос монополистом поглотив лукойл давняя мечта а возможно объединив активы сургут нефтегазом это очень вряд ли считается что сургут нефтегаз это личная компания владимира владимировича и даже если владимир владимирович уйдет на покой то вот такие вот штучки он себе прибережет оставит хотя теоретически если роснефть будет заниматься тот же сечин почему бы и нет почему бы не договориться что роснефть проглатывает эту компанию а с другой стороны часть прибыли все всегда будет переводиться в определенном направлении в пользу бывшего президента эти перспективы сделают по-прежнему очень близкого к президенту игры сечина одним из самых влиятельных людей стране на ближайшие два года в течение которых будут определены контры государственного управления россии на ближайшие десятилетия никто в руках не ждет скорой отмены санкций и потому выигрыша будет тот кто свою пользу переформатирует сектор госэкономики в том числе банковский и металлургические сектора и тут стоит заметить что некоторые высказанные сечином недавно в кулуарах претензии на норильский никель который по сути управляется единственным избежавшим санкций российским бизнесменом владимиром потаниным ни слуха ни преувеличения при этом обладающего очень мощным силовым ресурсом среди руководства фсб и фсо двух главных кузнец кадров страны сечина нет непосредственного интереса к палладию или никелю важнее весьма обоснованные подозрения сечины в относительно реальных причин и резкой активизации олигарх из девяностых сечины силовики вряд ли предполагают что потанин готовит свой поход большую политику и это тем более опасно вот это как раз то место ради которого я вам читаю эту статью в которой достаточно много подозрительных ляпов и вот следующая мысль мне кажется ценной значит потанин собирает банковские крипто и медиа активы в чьих-то интересах да на самом деле за последнее время потанин которого по удивительному сечению обстоятельств не включает ни в какие санкционные списки избегает он простите он активно скупает самые разные активы он купил два банка он покупает медиа ресурсы всякие издания блогеров вполне возможно скупает короче говоря зачем потанину этим заниматься вообще потанин не производит впечатления человека который умеет строить какие-то бизнесы который выращивает и ширит свою корпорацию вот он как получил норильский никель в 90-х годах так он там и сидит в этом норильске ну физически то он ясное дело основную часть проводит вообще не в россии то в куршавеле каком-нибудь то на лазурном берегу но с точки зрения того чтобы он брал и как-то вот трансформировал бизнес зачем металлургу который добывает из земли и проводит металлургическую обработку некоторых металлов в первую очередь никеля палладия платины и так далее вопрос а зачем зачем ему банки покупать вот есть предположение что это готовятся активы для элитного клана который в скором времени попытается своего человека продвинуть в кресло президента есть две версии для того кто сегодня реально стоит за финансовой активностью потанина патрушев или кириенко усиление этих двух фигур одинаково не выгодно сечину то есть понятное дело что кириенко это скорее а то схема с медведевым типа вот либералы единая россия кириенко и потанин видите как какая интересная группировка формируется элитная из нескольких кланов против это естественно сечин еще большее раздражение могло вызвать у него усечено известие об очень засекреченной встрече потанина с алексеем улюкаевым в подмосковных лужниках а который в офисе роснефти узнали быстрее чем улюкаев прочитал меню ресторана то что улюкаев не забыл и не простил всем очевидно я напомню бывшего министра улюкаева посадили именно по доносу сечина сечин ему принес какую-то там взятку и улюкаева тут же поймали но его альянс потанина в преддверии большой схватки за ресурсы и власть может оказаться очень неприятным сюрпризом для нефтяного короля россии также никем не забытый полномасштабная атака на структуры норникеля после позапрошлогоднего разлива дизеля которую в информационном поле активно поддерживали силовики сечина битвы гигантов начнется в ближайшее время но не факт что в режиме реалити-шоу то есть опять же есть ведется очевидная какая-то подготовка к переделу власти в стране судя по тому насколько серьезно наращиваются силы с одной и с другой стороны условными силовиками условными либералами они реально готовятся к уходу путина это очень важно то есть всегда мы говорим что может уйдет может не уйдет уйдет но все равно власть сохранит вот судя по тому что происходит сейчас реальная власть как раз будет между кем-то разделена между либералами и силовиками если бы путин оставался смысла вот в такой войне между этими двумя группами не было бы никакого все равно путин скажет ну ладно вы занимаетесь вот этим вы занимаетесь вот этим все смысл готовится к войнушки есть тогда когда она реально приближается при этом очень интересную роль во всей этой ситуации конечно же будет играть отъехавшая элитка ну казалось бы сбежали они страны ну все теперь они уже не будут играть никакой никакой роли наоборот те же спецслужбы а кадыровцы и не кадыровцы регулярно протягивали свои цепкие лапы и дотягивались до оголенной шеи того или иного врага родины или врага конкретного элитного кланчика серьезного человека из российских элит сейчас учитывая санкции учитывая то что люди физически находятся довольно далеко кто-то в израиле кто-то еще в каких-то странах они могут рассказать много интересного проще говоря слить компромат не боясь расправы над собой вот например марат гельман признанный в рф иноагентом делал культурный русский форум в израиле куда приходили пугачева с галкиным и пугачева сказала следующая цитата если на максима заведут дело о признании иностранным агентом о дискредитации армии и так далее если на максима заведут дело тогда я начну говорить и уже не остановлюсь как вы думаете сколько грязных тайн кремля и российской элитки знает алла борисовна мне лично ее музыка никогда не нравилось когда-то мне нравились лет в 15 мне нравились шутки максима галкина во как на это не имеет к делу никакого отношения факт алла борисовна по-любому была на самых отвязных вечеринках самых закрытых вечеринках она видела кто с кем кого чего куда и при желании она может рассказать очень много интересного ну очень много я думаю что только на ее показании только на ее показаниях можно отправить в тюрьму человек 100 а то и 200 причем таких тяжеловесных в разного рода индустриях ну например продюсеров которые организовывали проституцию молодых актрису лика моделек это же уголовная статья вы вы же в курсе да вот эти вот разговоры о и он там кого-то под кого-то по подкладывал мы к этому привыкли вообще-то эту уголовная статья в этой среде распространены наркотики конечно же это тоже статья кто из чиновников и деятелей госкорпораций политиков заказывал себе за и за какие средства заказывал себе те или иные развлечения короче говоря в любой момент даже если они не захотят это рассказывать их просто попросят то есть может быть алла баре может быть на галкина дело не заведут у пугачевой вроде как не будет причин но если начнется грязня такая масштабная война между силовиками и либералами это приведет к тому что и те и другие будут таких как алла борис на перетягивать на свою сторону пытаться купить их молчание или пытаться купить наоборот их рассказы а скорее всего и то и другое одновременно избирательно вот это рассказываешь против того то а вот об этом молчишь против этого очень вероятно очень вероятно при этом надо помнить дорогие друзья что реальное спасение россии это не либералы это не силовики и те и другие абсолютно за капитализм абсолютно за продолжение сырьевой колониальной жизни нашей страны и те и другие это тупиковые тупиковое ветвь развития к сожалению другой альтернативы у нас нет у нас левые партии народные движения находятся в коматозном состоянии и чем дальше тем более глубоком и коматозном надежда только на низовую самоорганизацию поэтому если вы считаете себя патриотом россии если вы хотите чтобы ваши дети внуки друзья и вы сами жили в процветающей богатой россии обязательно вступайте в профсоюзы родительские движения комитеты общественные политические благотворительные организации и пусть в москве зюганов миронов да кто угодно принимает какие-то тупоголовые решения но вы у себя в районе в вашей отдаленной области если у вас в региональной ячейке в региональном подразделении соберутся вменяемые люди вы сможете сделать много полезных дел пусть не в масштабе страны начинайте со своего района со своего дома создавайте дома управления вот это реальный выход конечно очень интересно и в каком-то смысле важно следить какая там ситуация происходит в элитке но надо понимать что для нас это не главное для нас главное сейчас заниматься не заботиться о организации и для для примера что я имею ввиду послушайте замечательную историю в интернете нашли новый вирус компьютерный вирус в духе робин гуда этот вирус требует от жертв помогать бедным и заниматься благотворительностью необычная программа вымогатель под названием goodwill то есть добрая воля в целом работает стандартно она заражает компьютеры и шифрует все данные то есть вы включаете компьютер там написано вход в систему невозможен скиньте денежки вот туда-то но самое интересное начинается при попытках разблокировать устройство в обмен на ключи для дошифровки хакеры требуют от жертв выполнить три социально ориентированных действия владельцы зараженных компьютеров к примеру должны отправить бездомным новую одежду привезти деньги людям которые не могут позволить себе медицинскую помощь также хакеры заставляют своих жертв вводить нуждающихся детей в пиццерии или kfc каждое такое действие жертва обязана подтвердить с помощью видео и фото их необходимо выложить соцсети написав заодно пост о том как хакерская атака goodwill помогла владельцу того или иного компьютера стать добрым человеком хакеры заставляют людей друг другу помогать кто меня давно смотрит вы знаете что на мой взгляд мировой мировой порядок мировое устройство могла бы очень серьезно пошатнуть хакерская группировка действующая вот в подобных общечеловеческих интересах ну просто представьте себе если бы это было не три человека которые написали какой-то вирус goodwill а если бы их было например 200 человек которые взломали бы и изучили переписку политиков олигархов выложили их информацию об их связях просто рассказать кто кому чего вообще вы знаете возможности повлиять на мир очень много начиная от самых простых создать дом управления хотя конечно это не такое простое дело она просто звучит просто ну дома управления подумаешь и до масштабов планеты взломы глобальных воротил и олигархов что думаете друзья пишите в комментариях ставьте лайки делать репосты подписывайтесь конечно возобновляем вещание на всех наших площадках обнимаю всех благ берегите себя пока